друзья добрый день с вами интернет магазин хамана shop меня зовут вадим и сегодня у нас сборка это значит что что мы походили по складу по выбирали для вас наших любимых подписчиков и наших любимых клиентов какие-то определенные интересные позиции и хотим про них сегодня более подробно рассказать более подробно вам их показать в общем у нас сегодня будет вот такой вот сужихики с длиной клинка 240 миллиметров из молибден ванадевой стали от японского производителя симамура будет три ножа от японского производителя конецун где на клинках skd12 углеродистая сталь для обвалочных работ прям идеальная штука два ножа от японского производителя симамура не на клинке виджет н в обкладках рукоять стиль вестерн анатомическая серия на самом деле это гораздо шире и больше я обязательно про нее сниму огромный ну не огромный конечно но большой выпуск мне покажу ее всю ножи бестселлеры люди просто вот сериями домой покупают и потом спасибо говорят и просто вот они правда хорошие будут ножи для устриц которые действительно спасут мало того что устрицу так еще вам руку за счет того что кончик непосредственно этого ножа затуплен то есть я думаю что часто вот те кто кушают устрицы особенно у моря понимают о чем я говорю как легко остаться без руки а самое конечно же грустное без устрицы но конечно же грустно когда у тебя рука оборвана устрица разбита так что вот эта штука просто спасет вам пикник как минимум вот эта вот штука латунная под названием нож для чистки чешуи просто вот элементарно никакой грязи ничего куда вы чешуи направляете туда она и уходит туда она и летит есть в классическом виде с деревянной классической рукоятью веселье это летая латунь продолжение рыбных историй конечно же пинцеты не для бровей не для усиков не там вот не для вот этого вот всего а для того чтобы кости из филешек доставать из лосося да вообще из любой рыбы потому что ну костлявая рыба ну кому она нужна она не классно вкусно вот эта штука сделает ваше блюдо особенно рыбку гораздо лучше да и вообще она на самом деле должна быть на каждой кухне вот идем дальше два ножа которые станут определенно бестселлерами на вашей кухне а именно от конец он для хлеба и масла и для томатов для томатов узенький клиночек мелкий сериатор вес классный прям вот то что надо кстати прям вот удивлен был очень сильно когда взял себе такой ножик домой и вот это прямо штука с более крупным сериатором она подходит идеально для хлеба и для масса за счет того то что он прям вот такой вот маслиной знаете вот советский такой вот наш кроп-фактор ножа похоже вот так ну что начнем конечно же мы судзи хики классический судзи хики с длиной клинка 240 миллиметров давайте разберемся первоначально для чего же все-таки этот ножик а именно судзи хики для одного длинного реза то есть какие-то филешки правильно разрезать тонкие ломтики правильно нарезать это к этому ножу но когда он приходит россии что с ним происходит люди такие смотрят а он тут так вот умеет делать умеет и что пилей ник самый настоящий так вот толщина по обуху 1 7 миллиметров ножек гнется ножек достаточно удобный достаточно резучая самое интересное это конечно же рукоять очень ухватистая в стиле вестерн две клепки full tank дерево в общем как надо если вы любите рыбу его у вас есть потребность в одном длинном резе присмотритесь к этому ножу он недорогой и этих денег уж сто процентов стоит знаю как тот человек который отгружают эти ножи в хорику классический сантоку от японского производителя конец угу на клинке у нас за 18 в вкладках длина линка у нас 170 миллиметров толщина по обуху 2 миллиметра достаточно удобно и что-то среднее классическое в европейская рукоять из дерева 2 2 клепки full tank цельный хвостовик ничего там вылетать не будет в общем ножик на самом деле надолго по твердости 60 62 проколу стали это держит заточку очень хорошо и кстати вот приятный бонус к этому ножу вот это покрытие вернее вот это вот все я думаю что-то вряд ли конечно вручную все выбивается потому что все-таки конец угу но тут вот эти вот видите вот ямочки не прилипают просто готовите готовить и не прилипают то есть продукты сами отлипают от ножа а я думаю что это на самом деле приятный бонус во время готовки идем дальше на клинках у нас skd 12 это классические японские разделочные ножи в данном случае под названием ханисуки вот такой они все кстати с односторонней заточкой вот такой вот он есть то есть я думаю что это больше для жил для каких-то то есть как-то работать что-то раскидывать и тому подобное самое интересное что к ножику вот здесь вот у нас нету за режущей кромки то есть можно держать ножик вот так вот то есть достаточно удобно второй ножик это у нас все-таки для каких-то вот таких резов я так понимаю что это около tunac knife которым разделывают большие туши если нужно я думаю что понимаете по этой геометрии какой-то там луны вверх задранный носик что это все-таки прямо вот вперед плакать и прорезать естественно здесь односторонняя заточка везде ножи очень интересные то есть вот как обвалочная вот эта штука ну он вызывает какой-то эффект просто посмотрите на эту вот и третий ну это полностью классическая история ханисуки именно какие-то обвалочные работы курицу птицу да рыбу вот этим вот всем разделывают ну просто хорошо скд-12 это среднеуглеродистая сталь которая по твердости 60-62 по рокполу она на самом деле конечно же ржавеет но не так сильно как такие там другие углеродки потому что она все-таки ну не такая сильно уж углеродистая вот по толщине кстати вот этот ножичек сейчас я посмотрю он два и два а все остальные вот эти вот потоньше потому что это классический ханисуки он там такой толстенький весистый на рукояти у нас везде на трех ножах красное дерево везде три клепки full tank ножи на всю жизнь в общем вот такие три интересных ножа если у вас действительно есть какая-то потребность в разделке в раскидке присмотритесь к этим ножам они очень интересны и за счет того то что все-таки углеродка они очень круто режут но вот этот конечно просто ну чудо несусветное и я честно говоря приятно удивлен потому что он такой прям хочу класс идем дальше ну и конечно же нож для устриц в самом начале выпуска я вам сказал что этот ножик спасет вам руку и это действительно так вот он тупой но полностью он тупой то есть в устрицу он будет заходить и если вы промахнетесь он не попадет руку вернее он попадет рук но он ничего с ней не сделает я видел огромное количество шеф-поваров коту которых вот здесь есть шрам я езжу по ресторанами постоянно работаю с клиентами и вижу это и они мне все говорят да вот он ну вот просто промахнулся отвлекся на секунду или что-то удобно да просто ну так случилось а вот эта штука действительно помогает то есть и рука целая еще он твердый устрицу скрывает прям вот на раз и самое классное для чего же этот ножик вообще прям идеально подойдет вот просто люди которые любят ковряться ножиком вот так вот что-то открывать пожалуйста первое не прикасайтесь к японским кухонным ножом потому что носик вы просто но не вот так он сделает потому что там твердость потому что там рез и тому подобное купите вот такой вот себе ножик и открывайте им банки и крышки и тому подобное и вот ножи будут ваши вот эти вот все будут огромное спасибо скажут и вот эта вот штука просто вот на самом деле по факту вот устрицы наверное мы открываем 5 раз в год ну там сезон грубо говоря да а все остальное время вот этот нож как ну открывашка работает которая причем прям очень удобно и идеально так идем дальше ножи для чешуи что в них классно во первых они удобные вот палец положил вот так вот на него и пошел работать то есть и самое интересное конечно же это вот покрытие ребристое ну просто вот вот элементарно и просто просто хорошо чистится чешуя есть в латуни чистая латунь есть с деревянной классической японской рукоятью то есть в принципе я не вижу смысла про эти ножи что-то рассказывать они просто хорошо работают они протестированы их огромное количество продается по россии но штука действительно незаменимая и если вы постоянно работаете с рыбы и хотите чтобы у вас была чистая раковина то пожалуйста приобретите вот эту штуку потому что ну прям она помогает содержать как минимум в чистоте раковину и чтобы чешуя максимально хорошо отлетала от вашей рыбы пинцета конечно это вот ну не то что вот это не вот этот он не вот это вот это именно для костей вот представьте себе ситуацию вы купили хорошую качественную красную рыбу пропорционально ее разделали своими невероятно хорошими качественными дорогими кухонными ножами а потом по итогу пожарили стейк а там кости были вот ну вот невкусно же да и вот такая штука просто вот две минуты максимум и все и в рыбе ничего не будет идеальные филешки пинцеты бывают разные бывает 100 120 миллиметров бывают широкие бывают узкие я более чем уверен что на нашем сайте вы сможете подобрать пинцет для костей себе вот прям идеально под свою руку и под может быть возможно даже под свою рыбу в общем каждому желаю вот такую штуку приобрести и просто чтобы вот ваши филешки были без косточек и вы смогли наслаждаться действительно вашими стейками из рыбы идем дальше ну и конечно же два ножа от японского производителя конденсу а именно первый это у нас хлебный и в тот же самый момент нож для масла он прям таки вот бутербродный так сказать на клинке у нас аус 8 серейтер хлебушек порезать и тому подобное просто прям вот идеально ровно будет и ложковидная форма непосредственно клинка позволяет просто вот бутерброды делать прям максимально хороший порезали маслица порезали хлебушек намазали масло завтрак прям вот вообще хорошая штука и второй ножик для фанатов томатов помидорчики порезать тому подобное узкий клиночек длина клинка у нас 120 миллиметров мелкий мелкий такой серейтер который позволяет прям вот помидоры врызаться и не оставлять им вообще шансов на то чтобы вот просто быть какими-то там размягчен и тому подобное в общем для любителей помидорок вот этот ножик прямо штука таки незаменимая в общем вот такие два ножа японского производителя конецун я думаю что они вот на кухню вот просто вот должны упасть и занять там определенно любимое место потому что ножи действительно своеобразные под свои задачи прям вот идеально так идем дальше и закончить наш показ нашу сборку я хочу непосредственно сетом от японского производителя симамура на клинке у которого вижу тэн в обкладках ножи которые действительно стали ну просто вот любимыми на самом деле я не побоюсь этого слова потому что люди приходят сначала пробуют какой-то определенный ножик из этой серии а потом такие вот все нам вот это вот за заверни и еще гюйдя 240 миллиметров я им никогда не буду резать но я хочу чтобы он у меня был потому что ножи хорошие так собственно говоря у нас тут пейте 125 миллиметров универсальный кухонный ножик который действительно вот вы будете чаще всего на самом деле таки брать и резать ну к сожалению так устроен мозг он видит самое вот все что удобно и начинает вот им вот пользоваться в общем вот такой вот ножик на клинке виджет н по твердости 60-62 порог рукоять пока будут три клепки full tank толстый концевик вообще вот ножик в руку вот хорошо в общем вот такой вот пейте с длиной клинка 125 миллиметров и далее у нас универсальный кухонный ножик под названием шеф нож юта с длиной клинка 180 миллиметров поставить тут естественно то же самое потому что все таки это одна серия и гюйта это действительно универсальный кухонный нож за счет своей геометрии он резучий он вот в общем вот есть бумка есть гюйта есть сантоку а вот гюйта хорош но мне конечно же нравится бумка но люди в россии больше все-таки любят какие-то универсальные истории и тому подобное и конечно же выбирают гюйта и я с ними на самом деле в этом плане полностью согласен 180 миллиметров просто же все рассказал сталь хорошая сталь непроблемная не подвержена коррозии ножик удобный в рукояти хорошо классно все-таки анатомическая рукоять и все-таки это симамура они действительно умеют делать очень хорошие качественные ножи в отличный бюджет в общем вот такие два ножа идеальный сет на кухню я думаю что все-таки с него стоит начать если хотите поэкспериментировать возьмите какой-то ножик из этой серии можете попробовать а далее конечно же можете расширять свои наборы свои сеты и тому подобное потому что эти ножи всегда есть наличие линейка конечно же очень большая надеюсь что вам понравилась сегодняшняя сборка действительно товар был абсолютно разный был сузи хики с длиной клиника 240 миллиметров тот же самый момент нож для одного длинного реза и филей на и одновременно был вот такой вот ножи который но вообще непонятно под какие задачи а мне понятно он для обвалочных работ и он справляется с этим на ура вы просто посмотрите на его геометрию ножик просто незаменимый для дальневосточников для людей которые живут у моря которые любят устриц вот она серия murata classic от симамуры просто замечательно ножик для хлеба и для масла одновременно которые его для любителей бутерброда ну просто незаменим ножик для томатов нож для чистки рыбы пинцеты на все это я оставлю ссылки в описании с вами был вадим интернет-магазин хамона shop подписывайтесь ставьте лайки здесь будет много интересного из мира японских кухонных ножей всем удачи